Этот пирог только на пользу. 28 марта Орленок вновь посетил российский боксер-профессионал Дмитрий Пирог. По доброй спортивной традиции, вместе с орлятами он начал день с масштабной утренней зарядки на стадионе детского центра. Подробности смотрите далее. Вправо! Вернулись! Влево! Вернулись! Почти 350 орлят сегодня начинают день с именитым чемпионом, за плечами которого более 200 боев. Мастер спорта международного класса, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, давний друг Орленка. С 2013-го он старается несколько раз в год посещать детский центр. Получаю удовольствие от общения с детьми. Причем все здесь разные. У каждого свое настроение, свое восприятие мира. И эту частичку он передает непроизвольно. Такая здесь летает колоссальная энергетика. Во время зарядки Дмитрий уверяет ребят в ее необходимости. Ведь она приносит большую пользу организму, укрепляет здоровье, дарит запас энергии на весь день. Мне очень нравится, так как он очень опытный. И он может поделиться с нами своим опытом. Также чему-то научить, чему-то новому. Быть спортивным и как правильно начинать свой день. Чтобы не вот таким быть унылым, а чтобы все хорошо было. Хорошее настроение. Судя по улыбкам и настроению орлят, зарядка под руководством профессионального боксера им пришлась по душе. Все было очень весело, очень круто, все понравилось. Почаще бы были такие зарядки, очень динамично, все было круто. Немножко тяжело, но прикольненько так. Очень круто. И не важно, что был дождь, все равно понравилось и было весело. Как вам личность такая, как Дмитрий Пирог? Он очень веселый, добрый и вообще классный. Все хвосточки раздавали, что он прям чувствовал. Ну что скажем Дмитрию Пирогу? Спасибо! И ко всему прочему еще и пользу приношу. Зарядку сделал, с вами общаюсь, заряжаюсь положительно. В неформальной обстановке Дмитрий Пирог рассказывает о своей спортивной карьере. Ребята на перебой задают ему вопросы о кумирах в боксе и о его победах на профессиональном ринге. Вы планируете бой с Мэнни Поклява или Роймар Вейзером? С Лоймар Вейзером, наверное, ты спросил. А он, да, он все равно не дотягивает до меня. Сегодня Дмитрий Пирог еще и руководитель благотворительного фонда «Доступный спорт». Он оказывает поддержку спортивным учреждениям, клубам и школам Олимпийского резерва. Помогает в финансировании строительства и ремонта детских спортивных площадок, приобретении необходимого инвентаря и оборудования. Чем больше начинаю отдавать, тем больше мне Бог дает возможности зарабатывать. Вот интересный факт. Это тоже вот вам-то. Если вдруг там будет какой-то выбор, чтобы вы тоже задумывались над этим. Папа бокс любит смотреть, и я с ним смотрю, но он очень хорошо дерется. У него своя тактика. Когда смотрел канал «Боец ТВ», я увидел его бой, как он драл. Мне очень сильно понравился его стиль, и он меня вдохновил на боксе, и я после этого пошел сразу же на бокс. Вы удостоверили у вас такого слова, что он дерется не из-за деньги, а из-за того, что он хочет приносить людям удовольствие. Когда первый раз видишь боксера, настроение поднимается, и тем более такого патриота какого. Для многих ребят эта встреча, может быть, станет знаковой. Кого-то она вдохновит на спортивные или жизненные победы. Ведь перед ними живой пример упорства, стараний и непреодолимой силы стать лучше. На это я добился высоких результатов. Это лишний показатель того, что если ты где-то упрешься, захочешь чего-то добиться, то обязательно это получится. Наталья Садовская, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.